Сегодня очень серьезные документы будут рассматриваться во втором в основном чтении. Эти документы исключительно важны для 90% граждан Российской Федерации, которые являются собственниками своих жилых помещений. Сегодня решается проблема, какой будет система капитального ремонта жилищного фонда. Хочу сказать сразу, что та версия, которая была принята в первом чтении, к ней было очень много претензий. И она, в общем-то, содержала принцип общего котла, как часто это называют уже граждане, когда деньги собирались со всех собственников в общий котел, и в дальнейшем ими распоряжался чиновник. По своему усмотрению, составляя графики капитального ремонта, перечни домов, которые подлежат капитальному ремонту. Но объективности ради надо сказать, что практически сегодня будет изменена концепция этого документа, потому что появляется вторая нормальная версия, которая позволяет собственникам решать проблему своего дома. Я хочу напомнить, что собственник несет бремя содержания своего имущества, но не имущества соседа из соседнего дома. И в документе, который сегодня будет рассматриваться, вторая версия прописана уже более внятно. Более того, мы добились того, чтобы обе эти версии имели право на поддержку со стороны органов государственной власти, субъектов федерации и муниципалитетов. Что удалось еще сделать? Удалось, в принципе, добиться того, чтобы те собственники, которые мы относим к категории малоимущих семей, которые на сегодняшний день даже получают субсидию по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, будут при расчете субсидий иметь шанс на то, что вот эта плата, этот обязательный взнос, который вводится законом на капитальный ремонт, будет учитываться при расчете адресной помощи собственникам жилых помещений. Это крайне важно, потому что далеко не все могут воспользоваться нормой о доприватизации жилья. Я напоминаю, что пока она действует только до 1 марта 2013 года, и вернуться в статус социального нанимателя далеко не все могут, в силу того, что доприватизировать можно только то, что ты приватизировал. Поэтому сегодня действительно очень серьезный день, и к этому даже документу у нас очень много серьезных претензий. Но я думаю, что принятием этого закона в осеннюю сессию не закончится работа над законопроектом. И все шероховатости, которые совершенно очевидны для нас сегодня, они будут устраняться уже на весенней сессии в Государственной Думе. Ну, вот такие есть и самые общие положения. Так что вот версия общего котла, о которой мы хотим предупредить, она крайне опасна. Значит, граждане, которые все-таки решат заботиться о своем доме, должны принять будут решение в течение двух месяцев. Вот эта норма, которая категорически нас не устраивает, и мы хотим увеличить этот срок хотя бы вдвое. Потому что за два месяца принять решение и его реализовать, открыв счет в банке и реализовав все процедуры, это очень сложно. Поэтому здесь мы будем пытаться уже в весеннюю сессию все-таки изменить ситуацию и дать возможность в течение четырех месяцев принять такое решение. Но все-таки нужно будет думать быстро, принимать решение быстро, иначе попадете в общий котел и будете там вариться и зависеть от чиновников. Вот этого бы не хотелось. У нас сейчас многие дома жилищно-строительных кооперативов уже живут давно в таком режиме, когда они заботятся о своем доме, уже давно создали эти фонды капитального ремонта и никак не зависят от милости государства. Хочу сказать еще об одном моменте, который не представляется исключительно важным. Существуют дома, перед которыми есть обязательства бывшего наимодателя государства. Это была тоже точка спора, точка, по которой проходили бурные дискуссии. Закон о приватизации обязывает бывшего наимодателя производить капитальный ремонт, который не был произведен, установленные сроки по правилам содержания и эксплуатации. Так вот, норма, которая сейчас прописана в предлагаемом ко второму чтению законопроекте, очень такая, как бы вам сказать, условная. То есть, вроде бы, обязательства будут выполнять, но если это будет предусмотрено в бюджете субъекта федерации. Вот согласиться с такой позицией мы никак не можем, потому что в противном случае граждане могут и имеют право полное обратиться в суды и настоять на том, чтобы все-таки 100% обязательств было выполнено бывшим наимодателем. То есть, уход от этих обязательств недопустим, об этом уже говорил и Конституционный суд в свое время. Так что, вот такие основные моменты, о которых хотелось бы сегодня сказать. Сегодня будут приниматься также поправки в закон о фонде содействия и реформирования ЖКХ. К нему у нас тоже есть замечания, но, тем не менее, закон надо принимать, потому что срок жизни фонда заканчивается 31 декабря. Он будет продлен еще на три года, но акценты выставляются следующим образом. Все-таки основная финансовая помощь будет оказываться на переселение граждан и на снос аварийного жилищного фонда. Но мы также не можем согласиться с тем, что должна прекратиться помощь на капитальный ремонт жилищного фонда, потому что в дотационных регионах ситуация очень сложная. И только благодаря федеральной помощи сдвинут с мертвой точки процесс капитального ремонта в дотационных регионах. Мы уже подготовили текст обращения к правительству Российской Федерации о том, что необходимо предусмотреть в следующем году при появлении дополнительных доходов деньги на финансирование капитального ремонта жилищного фонда. Нельзя допустить ситуацию, что вчера эта помощь была, а сегодня мы говорим, что помощь заканчивается. Все-таки государство должно быть заинтересовано в том, чтобы жилищный фонд по всей Российской Федерации находился в нормальном надлежащем состоянии.